понятие хорошо понятие плохо относительно чего хорошо относительно чего плохо относительно этого хорошо относительно этого плохо мир не делится на хорошо и плохо мир вообще не делится на правильно неправильно разумно неразумная мир не делится я имею право говорить что хочу и когда хочу важно не то вот что во внешнем мире не то что в сознательном происходит а что происходит в подсознательном. Я уже постоянно говорю, что в подсознании это 90%, а 10 сознательно. Поэтому я могу транслировать, я могу генерировать некоторые моменты, но внутри, в моем подсознательном, есть цели и задачи, которые стоят передо мной. Поэтому вот то, что осуществилось сейчас, оно есть результат того, о чем я думала неделю назад. То есть сегодня результат того, о чем я думала неделю назад. Соответственно, я получаю это, я начинаю запускать. И вот по отношению к будущему сейчас не все хорошо. Это такие относительные понятия. Потому что человек, это такая натура, что ему всегда мало. Вот сейчас льет дождь очень сильный. И поэтому, конечно, хочется солнышка. У меня вот, например, крыша протекает. Потому что мой дом был непосредственно в эпицентре всех оккупаций. Тут взрывы были, все. И крыша течет. Ее надо делать. И по отношению к этому сейчас совершенно нехорошо. Но с точки зрения того, что мы остались живы, шикарно, хорошо. С точки зрения того, как сейчас живут люди в оккупации, прямо сейчас там где-то, так мы вообще шикарно живем. Но по отношению к людям, которые вообще не знают, что такое война там где-то в Америке, предположим, и они получают какие-то дивиденды. Это плохо. Вопрос в том, что я выбираю на данном контексте времени. Например, я выбираю в контексте сегодняшнего времени благодарить. Это мой осознанный выбор. Потому что я знаю, как работает закон притяжения. Я знаю, как работает закон концентрации, фокуса. На чем ты держишь фокус? Поэтому моя задача не держать на фокус, что хорошо, что плохо, хорошо ли, плохо ли. Когда вы отвечаете конкретно девушке о точке зрения здоровья. Поэтому когда мы держим фокус, я могу себе позволить здоровье, я себе могу позволить. Поэтому когда подсознание начинает сопротивляться, оно начинает выползать в виде всяких драконов. Потому что когда на него давишь, подсознание выдавливает то, что из него есть. И вот вот это нервное напряжение, когда мы, например, говорим «Мое тело – это самоисцеляющая машина». Мы начинаем давить на подсознание таким образом. А подсознание так не думает, потому что оно 30 или 40 лет, или сколько там верило в другое. И вдруг ему создают совершенную программу. Сейчас я следующее видео запишу, где я расскажу, как работает подсознание, вот его инструменты.